Всем привет, дорогие друзья! Не за горами! 1 апреля никому не веря, поэтому сегодня поговорим о шутках, как над кем постебаться, как об этом сказать. Полезные слова и выражения связаны со всем этим делом. Меня зовут Анастасия, это канал Puzzle English Life. Поехали! Итак, на английском языке день дурака на 1 апреля будет звучать следующим образом. April Fool's Day, или его очень часто называют просто April Fool's, да, то есть day опускают. Ну, наверное, и так все, в принципе, понятно. Вот, и отсюда я бы хотела взять слово fool, да, наверняка вы его знаете, это дурак, и его можно использовать тоже как глагол, то есть to fool someone, да, одурачить кого-то, обвести вокруг пальца. Дальше следующее выражение play a joke, или play a trick on someone. Да, запоминайте предлог обязательно, on, play a joke, play a trick, это абсолютные синонимы, тоже одурачить кого-то, подшутить над кем-то. Вот, в принципе, предлог, соответствует, да, русскому варианту, если мы переводим, как подшутить над кем-то. Play a joke on someone. Итак, что у нас может происходить с шуткой? Частенько, когда шутка неудачная, она может fall flat, да, то есть не зайти, прям буквально провалиться. Например, all his jokes fell flat, да, все его шутки провалились, ну, бывает такое. А еще шутки у нас бывают жестокими, cruel joke, да, в день все-таки дурака, в 1 апреля, шутите по-доброму, все-таки это праздник такой веселенький, да, не расстраивайте людей. Еще у нас есть интересные выражения со словом humor, юмор, во-первых, sense of humor, чувство юмора, оно может быть good, хорошим, либо bad, плохим. Еще также, как в русском языке, есть выражение toilet humor, туалетный юмор, да, то есть юмор ниже пояса. Или еще есть schoolboy humor, ну, это, то есть такой подростковый, да, тоже плоский юмор. И еще есть такой прям подвид чернющего юмора, который называется gallows humor, и на русском языке это звучит, как юмор висельника, да, но это когда вот люди шутят о прям совсем неприятных вещах, как о смерти и так далее. Поэтому вы на 1 апреля избегайте таких шуточек. Вот, что касается наших шуток, во-первых, есть practical jokes или, как они еще называются, пранкс, пранки. А по-русски тоже очень часто это слово употребляется, то есть это когда вы, ну, не словесно шутите над человеком, а устраиваете ему какую-нибудь подставу, да, там что-нибудь подкладываете, подвешиваете, ну, сами знаете. Ну, а к примеру, тоже здесь у нас будет предлог он. Когда мы были в школе, мы частенько подшучивали над нашими учителями, ну, или устраивали им подставу. Вот, и от слова пранк мы можем образовать еще другое существительное, пранкста, это вот как раз человек, который, ну, пранкер, да, по-русски мы тоже говорим, это вот организатор всего действия. И, к примеру, student pranksters have done considerable damage to the school buildings. Да, то есть вот шутники нанесли достаточный урон школьному учреждению. Вот, так что вы там поаккуратней все-таки, не портите имущество. Следующее слово, глагол, который, мне кажется, вам будет очень легко запомнить, потому что он звучит очень смешно. Это bamboozle, это подшучивать над кем-то и даже в некоторых контекстах обводить вокруг пальца. К примеру, she was bamboozled and telling them her credit card number. То есть ее одурачили, она сказала им свой номер своей кредитки. Да, поэтому будьте осторожны и запомните слово bamboozle. Следующее слово banter. Шутить или, вот в русском языке есть хороший аналог прикалываться именно. К примеру, he stood around bantering with his colleagues. Он просто, ну, тусил, ничего особо не делал, бродил и прикалывался со своими коллегами. Вот banter у нас может быть как глаголом to banter, так и существительным. И есть у нас такое понятие, как office banter, офисный юмор. Но это не только про именно шутки, связанные с работой. Это просто шутки, да, между коллегами, когда вы шутите именно в рамках своего офиса, своей работы со своими замечательными коллежками. Вот. К примеру, encouraging office banter and letting co-workers get to know each other is not a waste of time. То есть позволять людям шутить, да, позволять офисный юмор и узнавать своих коллег поближе, не пустая трата времени, что правда. И последнее выражение на сегодня это take the piss out of someone или take the mickey out of someone. Оба выражения синонимичны, значит, они стебаться над кем-то. Вот. Единственное, take the piss out of someone, это, ну, может быть, чуть погрубее, потому что все-таки слово pace, оно такое грубоватое, да, просторечное. В то время как take the mickey нейтральное, да. Ну, оба такие разговорные, молодежные выражения. Вот. К примеру, можно сказать a group of other boys were taking the mickey out of him, да. То есть группа мальчишек стебалась над ним. Ребят, здесь не теряйте, пожалуйста, артикль и наш предлог, да. То есть у нас должно быть take the piss out of someone, out of someone. and take the mickey, the mickey out of someone. Окей? Я вам желаю провести прекрасный день дурака с хорошими шутками, с хорошим юмором, с хорошей компанией. Желаю вам отличной весны, успехов в изучении английского языка and see you very soon. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok